Берск стал площадкой для проведения 10-й зимней спартакиады инвалидов Новосибирской области. В наш город приехали две сотни спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и доказали, что воля и трудолюбие безграничны. Берск радушно встречает участников спартакиады инвалидов. Приехали 16 команд со всей Новосибирской области. Это порядка 200 спортсменов. Берская команда довольно сильна в ботче. За несколько лет сформировался костяк хороших спортсменов. Это игра на точность. Нужно подкатить мяч как можно ближе к стартовому. И здесь физические данные игроков не так важны. Для тех, кто имеет серьезные ограничения по здоровью, на помощь приходит специальный желоб. Главная меткость. Ольга Горн занимается ботчей уже три года. Выступать на соревнованиях начала год назад. Знаете, это, наверное, больше свое внутреннее ощущение, что я что-то могу сама достичь, самостоятельно, испытать свои силы. Эти соревнования не ради победы. Для инвалидов это возможность показать результаты упорных тренировок и доказать самому себе, что ограничения по здоровью – это не препятствие. Заниматься спортом может каждый человек. На Спартакеаде спортсмены участвуют и побеждают в таких дисциплинах, как дартс, шахматы, шашки, тяжелая атлетика, ботча, лыжные гонки. Самым перспективным направлением развития в нашей Новосибирской области будет развитие физической культуры как средство реабилитации. Это спортсмены. И для них существуют соревнования, для них существуют категории и так далее, правила и так далее. Но для большинства людей соревнования как самоцель не являются. Для них является самоцелью состояние здоровья. И реабилитировать людей с инвалидностью с помощью физической культуры – это очень эффективно. С точки зрения затрат – они не очень большие. И с точки зрения полученного результата. Потому что вот это преодоление ежедневное для систематических занятий физической культуры, они по-новому позволяют мобилизоваться организм, по-новому позволяют включиться в все те ресурсы и резервы, которые у человека есть. И, естественно, повысить качество жизни. По итогам соревнований на третьем месте команда Сузунского района. Вторыми стали эскетимцы. Больше всех наград завоевали берчане. Наша команда заняла первое место.